Цыганков. Вы с ним еще работали, когда он был ребенком. Тренер сборной футболиста не готовит. Говорит о Сане Зинченко. У меня самая была проблема, когда он после Гвардиолы приезжал к нам. Думаю, что ему сейчас рассказывать. Я в шоке просто. Футболист руками играет. Вас неоднократно тоже схватывали в кресло главного тренера «Динамо Ки». Мы общались с Игорем Михайловичем на эту тему. Я высказал свою позицию, как я это вижу, по работе. 18+. Татуировки, если надо, надевают на Украине его татуировщик. Вас обижают, когда украинских тренеров называют без руками? Касательно Маколенко. Некоторое время назад вы говорили, что он еще сыроват. Как да, это я говорю. Вы могли перейти в Леверпуль? Когда я пришел, он спрашивает, где играть будешь? Я говорю, могу в воротах стоять. Народ, всем привет. Меня зовут Дмитрий Улло. Это канал Спортарена ТВ. И мы пригнали в Кременчугу в гости к футбольному клубу «Кремень», который тренирует легендарный Александр Головко. 20 лет назад он играл в полуфинале Лиги Чемпионов и даже был на просмотре в Ливерпуле. Головко больше 10 лет тренировал юношеские и молодежные сборные Украины. И поработал с Зинченко, Цыганковым, Маколенко, Шапаренко и другими талантами. Многие считают Александра Головко умнейшим и очень перспективным тренером. Но сегодня он тренирует клуб «Кремень», который сейчас крепкий середняк первой Лиги Украины. Александр Борисович, расскажите, как вы оказались в Кремне? Вы полуфиналист Лиги Чемпионов, могли играть в Англии, много лет тренировали молодежную сборную Украины. Как вас заманили в Кременчугу? Дело не в том, что заманили. Футболистом я был, наверное, неплохим на одно время. Сейчас я тренер. Какой тренер время покажет по сборным командам? Это одна история по профессиональному футболу. Это совсем другая история. Для меня это новый опыт и очень-очень интересно, потому что клуб с новым президентом, с новыми амбициями, с новыми желаниями. Наши желания совпали вот здесь и здесь. Ну а почему все-таки Кремень? Скажем так, есть ограниченное количество клубов, которые готовы, скажем так, руководителю вкладывать деньги, которые хотят развиваться. А тренеров достаточно большое количество, потому здесь особо выбора нет для того, чтобы выбирать. Тем более без работы уже больше, чем полтора года был. И нужно было принимать решения. Как мне показалось, здесь есть те люди, с которыми можно работать. Ну а сама первая лига – это постоянные договорники, странные президенты клубов, поля, судейства. Вас не пугает? Ну это же как разговоры остаются разговорами по поводу тех вещей, что ты говоришь. Мы говорим о спортивной части, говорим о развитии, говорим о футболистах, о тренерской работе. Для этого здесь все есть практически. Но здесь одна зацепка, проблема, она связана с тем, что поле искусственное. Но с другой стороны, иностранные ребята, которые приезжают здесь работать, вопросы не задают, а только украинцы задают этот вопрос. Почему? Как? Руководство клуба какую задачу поставило «Колидбай»? Задача очень простая. Сейчас сформировать тот коллектив, который будет через год, может быть, больше решать, скажем так, задачи, которые соответствуют, скажем, требованиям президента. Потому что на сегодняшний момент это, не скажу, что новый клуб, это клуб на базе МФК, на бюджете города. Сейчас это частные деньги. И естественно, любой президент, который берет клуб, может говорить о бизнесе, о развитии. Это на самом деле очень сложно, тем более по первой лиге, где молодых ребят для того, чтобы их обкатать, не то, что там воспитать или обучить, нужно время. Для этого нужно в первом круге как минимум добиваться такого результата, чтобы во втором круге, может быть, этих молодых пацанов, которые есть, уже обкатывать на следующий сезон, чтобы они росли в клубе. То есть вот как бы такая стратегия закрепиться в первой лиге в этом сезоне. Но в отдаленной перспективе, я так понимаю, через сезон, два, есть, ну, будет стоять задача выхода. Конечно. Пока задача такая не стоит, мы сейчас говорим о том, что президент с хорошими амбициями знакомится с таким непростым бизнесом, как футбол. Давайте быть объективными. То есть я жил в очень таких хороших, мягко сказанных условиях, как футболист. Ну, не будем брать Таврию, начало 90-х годов. А дальше Динамо 10 лет, в Китае был, и со сборной команды, где было все топ. То есть все есть, на любые вопросы, которые ты задаешь, есть сразу ответы. Ответы денежные, ответы футбольные. Первая лига – это знакомство с понятием бюджета. Бюджет не городской, бюджет не каких-то эфемерных денег. Конкретного человека. И ты становишься таким цербером. Ты становишься, на самом деле, на защиту этого всего. Почему? Потому что человек хочет сделать бизнес. Это сложно, на самом деле. Но прийти и сказать в лоб, Сергей Вадимович, это сложно будет, мы говорим как есть. Да, это так. Он говорит, давай будем пробовать. Я говорю, ну тогда нужно доверие. И спасибо ему, что не совсем удачно у нас была неделя, там три игры подряд мы проиграли, но доверие-то есть. Доверие есть со стороны ребят, есть доверие со стороны президента. Вот и мы пытаемся делать из того, что есть, боеспособный коллектив. Самое главное. Сложно, скажу честно. Нет, не бразильцы, но похожи со стороны. Работаете все сегодня, нет? Нет. Не хочешь? Я не знаю. А что болит? Это передняя. Лага. Я сейчас стою с доком, что он ко мне уколит. Пообщайтесь, чтобы я знал себя рассчитывать. Ребятки, частица Зидана есть в футбольном клубе Кремень. Это Назаренко Александр Иванович. Это не в Одессе чемпионы Украины по каждому мячу. Это они поехали в Польшу кубок Данон. Это Зидан лучший клубец Европы. И наш тренер. Детский тренер, да. Друзья, вот так выглядит нынешний автобус МФК Кремень. А вот так выглядит предыдущий их автобус. Ставьте лайки и пишите в комментарии, какой вам больше понравился. У нашего партнера, компании FABET, есть классные варианты для вас на победителя первой лиги Украины. А вы заходите на сайт компании FABET и делаете свой выбор сами. А еще FABET разыгрывает крутой автомобиль Jaguar. Все подробности по ссылке в закрепленном комментарии. Вы больше десяти лет тренировали вот разные сборные. Начиная от U16 и заканчивая молодежной сборной. Вам не кажется, что вы потеряли очень много времени? Нет, вы что? Я вообще ничего никогда не теряю. Жизнь она вот сегодня есть. Вот я сижу с вами разговариваю и я уже нашел. То есть вы считаете, что это будет ценный? Да, это класс. Вообще это супер. Любая сборная команды такой вызов был очень сумасшедший. Тем более, когда ты работаешь в таком режиме, когда из ничего делаешь что-то, а это еще что-то привозит результат, то это эмоции. Сборная это на самом деле факультативная работа, где ты за 3-4 дня должен привести всех в порядок, психологически накачать, угадать с тактикой. Это тоже такой вопрос не натренировать, а угадать. Потому что сейчас, наверное, по-другому работают. Опять же, не все, кто работает в сборной команды, обсуждать не буду. Первую команду – молодежку. То есть у меня был такой вектор, где я пытался добиваться результата на любом уровне с той игрой, которую понимал. Не с той игрой, которую там надо кому-то. С той, которую я понимал, потому что я все-таки себя ощущал как бы на госслужбе. Почему? Потому что я выхожу в каждую игру, когда выходил, играю в сборную, тренирую в сборную команду, рука на сердце и есть флаг. То есть я представляю страну, да, и я должен выиграть. То есть это мое такое понимание вообще работы в сборной команде. Да, понятно, туда приходят вопросы, связанные с подготовкой резерва, для первой команды, для молодежки. Это все классно. Но тренер хочет выигрывать. Это ключевой момент. И кто бы мне не говорил, что там какая-то другая должна быть философия, я этому не верю. Ну а все-таки, ну вот вы говорите, что победа, да. Но вопрос подготовки кадров тоже стоит. Смотрите, я их не готовлю. Самая большая проблема, что тренеры в сборной думают, что они кого-то готовят. Это просто им дал Бог работать с классными ребятами, которые на этот момент попали вот в одну команду, и которых готовили до них еще 5-6 лет там в клубах. Клубы готовят футболисты. В академии, да. Совершенно верно. Просто мы даем им, давали более высокую практику, где они сдавали экзамен на высоком уровне. Когда у тебя есть те ребята, фамилии назвать не буду, которые составляют сейчас основу сборной команды, ты неплохой тренер. А вот когда есть ограниченные по всем возможностям, и интеллектуальным, футбольным в плане, и функциональным, и просто там неудачный год, такое понятие тоже есть. Тогда вот ты можешь быть не тем тренером, которые от тебя ждут что-то. Но надо себя не обманывать, самое главное. Еще раз говорю, тренеры сборной футболистов не готовят. Вот вы, учитывая, что поработали с национальными сборными, сейчас в клубном футболе, можете сравнить? Это два разных вида тренера. Клубной и сборной. Виды тренеров нет. Вид работы, да, и уровень ответственности, да. Почему? Потому что там у тебя есть время восстановиться и перезарядиться. Здесь его просто нет. Здесь ты обрастаешь такой кожей, которая уже перестает реагировать на поражение или на победы через какое-то время. Есть только процесс и результат, который ты добиваешься. и главное не упасть в такую воронку, которая затягивает, когда кругом люди сдаются. Вот это самая большая… Безнадёго? Приятно. Не безнадёго. Есть такое, знаете, как у победы всегда много. Родители. Когда есть поражение, когда есть неудачные результаты, тогда все как бы ищут где что. Почему? Потому что ты вожак, от тебя нужны какие-то действия, и ты эти действия находишь. А находить их нужно в себе, в анализе, в отношениях, разговаривая, общаясь. То есть вот это сложно на самом деле. Потому что в сборной команды это редко происходило. А здесь что-то происходит уже начиная с третьего дня любой игры. С хорошим результатом или с плохим результатом ты должен всегда говорить о системе. А система – это что? Это подготовка. Система – это подготовка к тренировкам. Как мы тренируемся, так мы играем. По-другому. Здесь однозначно разница между сборными командами и командами мастеров – это твоя зависимость, у меня зависимость игроков от твоей подготовки. То есть какую программу ты даешь, какая фарм-программа есть, и насколько футболисты соответствуют твоим требованиям. Потому что если я сюда приду, не дай бог, с программой Лобановского, ну тут половина закончит через какое-то время. С другой стороны, если не давать им нагрузку определенную, то мы можем на короткой дистанции сработать, на длинной дистанции начнем терять людей. Не зря говорят, что уровень любой команды определяется самым слабым футболистом на скамейке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это будет выезд. Желательно, чтобы нас в минимум 16 туда поехало живыми и здоровыми. По сегодняшней работе сейчас на маты, потом венгерка в середине, отдельная оборона, отдельная атака есть в моменты по завершению. Там по обороне раз-две тактики в середине поля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы в молодежной сборной в принципе поработали с большим количеством игроков, которые сейчас играют в национальной команде. Хотелось бы поговорить про многих из них. Например, Цыганков, вы с ним еще работали, когда он был ребенком, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Витя в каких-то моментах, может быть, не проявляет какие-то лидические качества, которые от него ожидать. А чего от него ожидать, если он может быть такой и есть? То есть, может, это ваши запросы, ну, слишком... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совершенно верно. То есть, воспринимать его таким, и тогда, может быть, ему будет легче. Это его проблема, что он, может быть, планку какую-то ставит для себя, тогда он до нее никогда не доберется. То есть, если бы он ставил ее выше, то до той, которую он хотел, он бы добрался. Это тоже, как бы, всем известный факт. Ну, вот, такой уровень, такой есть. И сейчас он очень качественный футболист. Он качественный футболист для Динамо, для сборной, для Украины. Вот. И... Ну, мы же о нем говорим. Правильно? Тоже о чем-то говорим. Тоже говорим о другом футболисте. Говорить о Сане Зинченко, да? Вообще, такая легендарная история, в которой там своя правда есть. В то же время, это сейчас игрок в сборную Украины с украинским сердцем. Да. И который готов быть капитаном этой команды. Который готов сам себя реализовывать. И, на всякий случай, он играет в команде тренером, который является Вардиола. О чем сейчас речь вообще может идти? Легендарная история, это вы имеете в виду, как вам Кривенцов сказал обратить на него внимание? Да, там много всего интересного. То есть, как он появился сначала. Валера однозначно сказал, да, говорит. Сане, надо обратить внимание, парнишка интересная. И Юра Валера, ну да, но всему свое время. Когда ставки были на других, и он на самом деле все пытался делать его до касания. Все быстро. Я говорю, Саня не успевает подожить. То, что ты думаешь, еще одну поперечную передачу или вторую, и тогда уже будет то, что пацаны будут готовы делать. Не попадал раз, не попадал два. И потом, нет худа без добра, Петраков уезжает на очередной чемпионат мира в Новую Зеландию. И он забирает у нас. Беседин едет, скажи мне, Лучкевич, Валера и Витя Коваленко. И у нас как раз отбор на лид раунд. И нам кросс-носу нужны футболисты. И начинаем с толиком, начинаем искать, что, где, как. Он говорит, давай где-то Зину найдем. Вот это ж мы начали. Искать, искать, где-то нашли, нашли в Уфе. И телефонные разговоры с агентами. Там в Москву звонит, с одним, с вторым, с третьим. Там гарантии безопасности. Хочу напомнить, это был 2014 год. И там уже совсем другие истории такие, что... Целая спецоперация. Спецоперация, я так понимаю, вообще со всеми. Но они лучше всех, Саня, расскажет. Как он это видит, как он это чувствует, почему. Вот так получилось, почему вот так получилось. Он хороший человек. Он делал ошибки. И по отношению ко мне тоже. И к команде в том числе. Но он их признавал. И мы об этом с ним переговорили, когда он приезжал уже в молодежку. С российского клуба. Вы говорили, что Зинченко уже в 17-18 лет опережал всех по мысли. Что это значит? Ну, просто быстрее принимает решение. У него просто мозг такой. Это селекция. Это вот, я сейчас говорю, это Масаня Пихаленке многое в свое время. Это вот такая ситуация, у меня такой GPS над головой. Вот когда ты до приема уже просканировал все, видишь, там не буду сравнивать там с Буткисом, да. Но если не было там Буткиса, то не было бы той Барселоны. Если не было бы Месси, то не было бы той Барселоны. Вот такие ключевые игроки для сборной команды. Бери у нас там сейчас Малиновского и Зинченко в середине поля. И будут вопросы. По вашему мнению, что у него такое есть с качеством, что он играет в Манчестер-Сити? Ну, наверное, тот футбол, который нужен в Манчестер-Сити, он устраивает, да. То есть, я не говорю, что он там надежно как-то работает в обороне. Но, по крайней мере, как игрок, который может выполнить задачи Бардиолы. Потому что задачи Бардиолы, если мы вводим мячом, мы не проиграем. Это главная, по-моему, задача. А говорить, что он против этой команды будет играть искрометный футбол, вингером. Это ж мне надо знать Гвардиолу, понимаешь? У меня была самая проблема, когда он после Гвардиолы приезжал к нам. Думаю, что ему сейчас рассказывать? Он находил в себе силы помолчать. И, Александр, спасибо. Потому что мы ждут все великие тренеры. Но как бы сразу замолкали, когда люди приезжают из тех клубов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вообще не знаю, что это они делают. Я в шоке просто. Футболисты руками играют. Анбейн? 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 Нет, восстанавливаются. Это для разрядов? Главное восстановление – это эмоциональное восстановление. То есть это для разрядов? Это обязательно. Игры? Вы заходите с ними? Я их обыграю. Просто не хочу их опускать на какой-то уровень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быч, если прием есть, вторым вот туда. Он за линию должен улететь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз повторим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В него, в него, в него, да! Еще! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорош, Олег! Быч, сначала прием, Быч. Потом движение, Олег, на него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А можно флангер отменять сейчас? Быч, мы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поменяем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто перейдем в левую, в другую сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, Александр Головко не первый легендарный динамовец, который был у нас на канале. Ранее мы писали интервью с Коноваловым, Вощуком, Диого Ринконом и Олегом Соленко. И если вы их еще не видели, самое время сделать это прямо сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вашего бывшего коллеги спрашивали у Юрия Максимова по поводу, хотел бы он где-то поехать постажироваться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Почему бывшего? Сейчас тоже мой коллега просто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, да. Вот у него спрашивали, не хотел ли он поехать в ту же самую Германию, в Вердер, постажироваться. Он сказал, да нет, чему меня там новому научат? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты ж новое, ты не придумаешь. Ты тоже 11 человек играет на то же самое. Ну, я такого, чтобы такого, чтобы естественно. У нас самая медицина там, да, выше нашей, конечно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Медицина, которая, ну, мы это не сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я с удовольствием бы поехал сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы стажировались в Штутгарте? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это была стажировка детско-юношеского футбола. Это была стажировка Ю-17, Ю-19 где-то. То есть это вообще изначально просто учеба тренерская. Потому что в тот момент, когда я туда ездил, я только закончил играть в футбол. И как тренировать я просто не знал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда говорят, что может сразу футболист тренировать, это все неправда. Он может обладать способностью тренировать, но тренировать он точно не может, потому что он не знает ничего. В первую очередь, как управлять. Управлять, какие цели ставить, как использовать, как реагировать на стресс, который накапливается, если у тебя там одно поражение, два поражения. Если тебя ребята просто не слушают. Это тоже вопрос. Но вам импонирует, да, немецкий вектор? Мне импонирует любой вектор, где можно чему-то научиться. А как применить, естественно, ты будешь уже от твоих способностей зависеть, тренерских в том числе, и футболистов, которые есть в твоей обойме. Потому что мы можем сейчас хорошо говорить о том, что мы хотим играть через короткий пас. С выходом в среднюю зону и завершением атак используя те или иные какие-то атлетические моменты. Но если у тебя не готовы функциональные футболисты, если они не понимают, куда мы идем, то очень сложно, по крайней мере используя немецкий вектор, испанский вектор, и любой им это объяснить. Потому что здесь вектор украинский, он достаточно качественный. А если бы у вас сейчас была возможность куда-то в любую команду поехать и простажироваться, у вас был бы какой-то приоритет? Я как-то не думал серьезно над этим вопросом, потому что тут есть команды, смотря что мы хотим. Допустим, если говорить о том футболе, который проповедуют сейчас топ-команды, то поехать можно. Что с этим делать дальше, когда ты приедешь с этими знаниями и окунешься именно в наши реалии. Где вопрос диеты является ключевым, понимаешь, о чем речь. Мы говорим о том, что можно заехать покушать на заправке. Совершенно две разные вещи. При том, что у меня будут знания какие-то такие, которые надо куда-то применить, я приспосаблюсь к тому, что есть на самом момент. Если говорить про такие вещи, как аналитика, статистика, вайскаут, вы сильно углубляетесь в эти вещи? Углубляться в эти вещи обязательно нужно, но этот процесс он не должен затягивать, потому что все равно ты играешь с тем подбором футболистов, который у тебя есть. И как бы ты хорошо не говорил о статистике, как бы ты хорошо не говорил о тактике, то есть цифры – это язык футбола. Он однозначно дает положительный результат. Мы можем оценить на основании того, что у нас есть, куда мы идем, но с другой стороны, могу ли я повлиять на качество футболистов? Это уже другой вопрос, потому мы исходим из того, что у нас есть, из тех ребят, которые сейчас порядка 22 человек. И договариваясь с ними по-настоящему, да, ты должен понимать, что рассчитывать на этот подбор ребят, ты можешь играть вот такую сегодня тактику и подстраиваться под соперника. И с некоторыми соперниками игра действительно с позиции силы, но я вам скажу, первая лига очень ровная. Нет проходных команд, нет команд, с которыми ты приходишь и говоришь, мы сегодня там можем где-то расслабиться. Вас обижают, когда украинских тренеров называют физруками? Не всех, многих. Да меня, честно, особо ничего не обижает. Просто высказывание каких-то людей, не понимая, в чем идет разговор. Надо определиться, что такое физрук. В этом тоже ничего плохого нет. Человек, который любит спорт и умеет с помощью этого спорта доводить до какого-то функционального состояния игроков. Я так понимаю, понятие тактики и понятие физрука, если это будет сочетание одно и второе, то это называется хороший тренер. А если что-то одно, либо это тактика, либо это физрук, тогда это разного уровня тренеров. Вот как раз таки поэтому и называют физруками, что люди только физуху настраивают, а про тактику не думают. Ну, я так понимаю, что критикуют именно за это. Здесь комплексный подход к этому вопросу, потому что если сейчас я буду говорить, что у меня там такие слабые или плохие футболисты, я здесь приехал и сейчас всех обыграю, просто проставив футболистов, то это не так. И с другой стороны, если сейчас я им дам хорошую функциональную подготовку, они у меня будут просто бегать. Да, где-то шанс есть быть в середине турнирной таблицы, может быть наверху, но добиться каких-то конкретных результатов, это, естественно, должен быть симбиоз и тактики, и физической подготовки. Вы умеете признавать свои ошибки? Конечно. Какие-то самые главные можете выделить? Ошибки? Да. Ты сейчас сидишь думаешь по игре или почему? Ну да, по игре. А сколько игр было? Ну хотя да. Конечно признаешь, но ты, знаешь, кто не ошибается, ничего не делает, это первая ошибка. Есть еще другая вещь. Ты когда выходишь на какой-то уровень и есть какой-то тупик, вот тебе нужно уже как бы не то что сознать и на эту ошибку совершить. И тогда ты перейдешь на какое-то следующее. Вот мне так кажется. Она неосознанная, но ты идешь как бы блефуешь, да? Мы там поехали, не буду говорить какую игру, я сыграл там первый раз со своей командой, сейчас с Кремнем там три нападающих. Это блеф определенный. Я понимаю, что там нет этих футболистов, которые готовы там агрессивно играть, но я тем самым там планы соперника порушил, ничего не понял, что это происходит. Почему Кремень играет вот так? Да. Мы перестроились потом в другой футбол. Третий. То есть я пробую, экспериментирую, это ошибки тоже. А он общается со всеми футболистами наравне. Ну это самое главное, наверное, как бы он с нами как с друзьями общается. Но на футбольном поле требует как, ну, соответственно. Поэтому как бы у нас коллектив классный и тренера мы уважаем. Стараемся, я не знаю. Характер тренера это наш, наверное, характер на футбольном поле. В мое время, когда играл, были тренеры, которые в основном там работали над физикой, там качеством. У него все больше на тактику. Отсюда передача теперь длинная. Ну, интересные тренировки, понимаете. Право попадаешь. Нет такого, знаете, что там свистнуло, побежали, побежали. Системный подход ко всему. Системный подход, умение выслушать альтернативное мнение. То есть собрать это и принять правильное решение. Я слыхал, что он никогда не кричит и не матерится. Да, это правда. Это, кстати, очень большой плюс. Ну, он уравновешенный очень. Я не знаю, либо это он работает над собой, либо он сам по себе такой человек. Но он сам, наверное, по себе такой человек. Такой спокойный, уравновешенный. Лучше сказать там в раздевалке что-то там. Ну, или там после игры сказать. Либо на разборе. Даже на разборе как бы такого нету, чтобы какие-то там особые претензии. Ну, это симпатизирует очень. Правда или миф? Все говорят, что вы не кричите и не материтесь вообще на тренировках. На тренировках нет, в играх бываю. По матам было и было не очень хорошо. На чемпионате Европы даже так критиковали за это. Рядом была трибуна. Мы с Толянцем играли. На последней минуте пропустили гол. При том, что могли выиграть. И действительно это был такой внутренний всплеск эмоций. Но я всему учусь в том числе. И этому тоже нужно учиться, учитывая, что смотрят тебя иногда по телевизору. Почему вы не пошли раньше в клубный футбол, а только вот сейчас, в 2020 году? Я занимался любимым делом и занимаюсь любимым делом. Я люблю тренировать. Мне интересно работать. Добиваться, естественно, результата, как любого человека. Это внутренняя мотивация. Я очень люблю проигрывать. И очень скорпулезно отношусь к всему, что делать. Поэтому я практически по сборным командам все, что хотел, что мог им дал. Конечно, не получилось выйти из тяжелой группы и последней, где были англичане, голландцы, шотландцы и украина. Но я рад за то, что еще раз судьба выдала этих пацанам, с которыми там пять лет мы вместе были. Прошли, да, не добились результата. Значит, на каком-то этапе я исчерпал себя, по крайней мере, с ними. И мне нужно было делать какой-то шаг. Этот шаг сделали за меня. Я перестал работать как бы в Федерации футбола. Но жизнь продолжается. Это этапы тренерские. Тренеров всегда увольняют. И они должны быть готовы там завтра, послезавтра. Если нет результата, еще результата не такой общепонятийных вопросов. Подготовка футболистов в сборную команды и все такое, что можно написать. А вот на самом деле просто меняется время и все. Я не скажу, что нормально к этому относился. Ни один тренер нормально не относится к тому, что он работает, а потом не работает. Вот. Ну, это жизнь. Было время подумать, было время поездить. То есть я не сидел сложил руководство. Общались с ребятами, поездили по ближнему зарубежью, пытались там найти работу. Там-там. Потом возник вопрос по Кремлю. Обсуждали, я думаю, где-то месяц. Скорее всего встречи, разговоры. Но почему нет? А по ближнему зарубежью, если не секрет, это где? Это Прибалтика был. Там не срослось. Ну, общение. Общение с президентами, понимание. Мы же все люди. Приезжайте в глаза, посмотрим, это работает на самом деле. Скажите, последние 6-5 лет вас неоднократно тоже схватывали в кресло главного тренера «Динамо Киев»? Да схватывают всех динамовцев. Все, кто где-то более-менее рамку держит. Ну, я так себе скажу. Рамку держит. Я считаю, что тренировать «Киевская Динамо» – это большая честь вообще для человека. Но он должен быть подготовлен. Рисковать, считаю, нельзя. Не скажу, что как бы это риски были тем тренеры, которые работали до этого. То есть главный пример отсутствия риска – это Серега Ребро. Там другая система. Он в этой системе перестал быть футболистом и работал тренером. То есть он знал изнутри, тогда это работает. Просто, как мне кажется, брать вот «Динамовца» и все. То есть это ругательное слово «Динамовское сердце». Оно классное. Но почему-то оно приобрело такой какой-то эффект. Нарисательный. Нарисательный. И он с этим не может смириться и пытается как бы вернуть прошлое. Любой тренер или функционер, который там работает, не понимает, что мир сейчас изменился. Никому не интересно это. Да, где-то там можно как бы вспомнить, но нужно двигаться вперед. Вот поэтому приход Луческу, приход другого тренера, эмоции у меня вообще никакие. То есть это окей, работает, добивайся результат. Да, было там, болельщики, не без этого. Но это был такой хайп, это круто было со стороны президента, честно скажу. Я думаю, 2-го. Я не знаю, я набрал попкорна, уже сел. Давайте вау, что это будет. Поэтому и мы общались с Игорь Михайловичем на эту тему. Я высказал свою позицию, как я это вижу. По работе как. Ну, в принципе, и все, пообщались. Он меня услышал, я его услышал. И через какое-то время я работаю здесь. Почему? Потому что это тоже шаг, первый шаг. И делать его сразу в «Динамо». Ну, почему бы нет, это тоже можно делать. Но еще раз говорю, мне кажется, что постепенный подход к профессии, к пониманию. И он должен быть именно таким. Потому как в сборной команде у меня та же была тема. Меня пригласили, я отказался сразу. Потом хорошо калитка пригласил там с Морозом Юрий Леонтьевичем помочь. Ну тогда да, тогда это работает. Ты окунаешься в этот процесс, ты видишь, ты правда думаешь, что там что-то понимаешь. Но ты понимаешь, как второй тренер или как третий тренер. Когда ты становишься со старшим тренером, ты ничего не понимаешь вообще. А с Игорем Михайловичем у вас вот недавно был разговор касательно работы? Ну, весной этого года. Но это не работа в клубе, это просто был разговор, потому что я пытался организовать детско-юншеский турнир. Там по Херсовской области. Мы с ним обсуждали, в каком формате это можно привести. Потому что помощь его нужна была. Ну и в разговоре просто затронули тему работы. Очень важно тоже послушать ваше мнение относительно Виктора Коваленко, который у вас в команде тоже все-таки очень важным футболистом был. Для украинского футболиста он очень качественный футболист. Футболист, который есть, скажем так, на чем давать объемы. Футболист попал в такую среду, в которую не каждый бы из нас справился с вами. Среда шахтера с большим количеством бразильцев. И это еще где-то с 15-ти лет. 15-16, попозже чуть-чуть. Потому что ты становишься звездой. Ну реально топ. Ну как с этим справиться? Не все молодые справляются с этим. Команда, которая Кривенцова дошла до финала Лиги Чемпионов. Это же плеяда футболистов, которые сейчас играют в сборной, в том числе, и в Шахтере в том числе. Кто-то перешел этот порог, кто-то не перешел. Витя сложно давался на самом деле он. Потому что были запросы к нему уже, и эти запросы постоянно должны были чем-то оправдываться. А в этой позиции Витя иногда не смог на себя взять просто-напросто ответственность, которая, как мне кажется, на него вот хотели. И в одно время я тоже хотел от него больше, чем он мог дать. Но я вовремя сообразил это и не стал этого требовать. Не требовать. Понятие ведущих ролей. То есть об этом, о лидерстве и всего остального. Это все так хорошо, но на футбольном поле там нужно немножко по-другому работать. И он с этим на каком-то этапе там не справился. Я так думаю. При том, что он пытается. Он меняется, и по нему это видно. Он больше думает о футболе. Он двигает по-другому. Мне понравился его, по крайней мере, этот сезон неплохо играть. Когда играет. Ну, такое. Ну, видно, что работает над собой. Да, были завышенные ожидания. Да, он попал в огонь, вода и медные трубы. Не я придумал. И я не знаю, как вы себя повели бы там или другой человек в этих складах. Он, ну, где-то качнуло его. При том, что где-то качнуло, где-то критика на какой-то момент была не очень хороша со стороны масс-медиа любых. И на этот момент он приехал в молодежку. Опять же, мы дали ему руку помощи. Потому что он уже в первой команде. Спасибо ему, что он тогда, на том этапе, очень большую работу делал для нашей команды. Ну, для молодежной команды. Мы с ним много разговаривали и говорили о том, что через наш футбол должен туда идти. Ну, дай Бог, помогло это ему. Ну, он хороший парень. Качественный футболист для сборной команды и для клуба своего. Одна сейчас проблема. Ему на самом деле сложно в этом футболе, который сейчас там бразильцы делают. Но он там боевая единица. Ну, вот как бы он заблистал в другой команде. Ну, давайте какое-то время посмотрим. Я думаю, что ему надо играть постоянно. Не факт, чтоб шахтерь. Касательно Маколенко. Некоторое время назад вы говорили, что он еще сыроват. Да, это я говорю. Ну, если быть точным, два года назад. Ну, два года назад был сыроват. Сейчас они быстро все созревают. Вы говорили тоже, что он тогда, два года назад стеснялся в какой-то рядовой ситуации просто выбить мяч в аут и мог что-то придумать. Искал сложные пути. Нет, он, кстати, не искал сложные пути. Мне кажется, что он очень спокойно вот эти все этапы проходит. Просто взросление. Ну, не просто, он умно играет. Вы говорили, что он обучаемый очень. Ну, мне так казалось. Я сейчас не работаю. Не знаю, как надо спросить у тренеров Динамо. Опять же, позиция центрального защитника или позиция левого защитника. Позиция левого защитника очень здорово выглядит. Центрального защитника может сыграть. Да, вообще, я считаю, что очень много, должно быть, универсалов таких ребят. Если там человека три, их есть в команде, вообще супер. Которые могут заменить одну-три позиции, тогда у тренера какой-то есть вариативность. Если, не дай бог, там кто-то заболеет и все остальное. Он из тех ребят, которые могут несколько позиций закрыть. И такой урок уже надо, значит. При том, что у него светлые мозги и способность учиться. Ну, заходите. Прошу. Аккуратно. Вау. Восемнадцать плюс. Почему не все дорабатывают? Он уже, с того как говорится, самому уже не поможет. Сильного она не надо. Пять минут назад тренировка закончилась, пацаны сразу идут в тренажер, работают. Значит они чувствуют, что им еще не хватает. Не хватает? Конечно. Ладно, не будем отвлекаться. Они не там дорабатывают просто. Не там дорабатывают. Андрюха знает. Андрюха вот капитан, он знает где надо дорабатывать. Андрюх скажи, как ты дорабатываешь? Нет, я все не умру. По поводу Борисовича? Да. Почему вы меня сразу представляете? Вы сразу? Хороший тренер, опытный, грамотный. Интересно с ним работать. Кстати, да. Не выдали, не выдали еще. Все в процессе, все в процессе. Металлург, не снимайте. Антония? Скажи, как дела? Отлично. Он бразильский легионер, который не так давно в Украине знает. Это уже наш язык. Хорошо общается. Понимаешь? Да, чуть-чуть. Деньги, зарплата. Три года уже в команде не понимают бразильцы. Он парень. Вправда, вправда. Хочет играть? Хочет, но у него не очень получается. Он думает, что он хороший бразильец. Татуировки, если надо набивать на Украине, его татуировщик. Бесплатная рублова. Ну да. Сколько тату? Сколько тату? А, пять. Пять оттуда. А когда эмблема ФК Кремень будет? На спину? Потом. Браво. Вместо купола. Человек 40 метров забивает гаузь. Прости, как он забивает. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей. Алексей Гиловани. Будущая Кременчуга. Вот, смотрите. Да давай не будем переводить. Все, это Надежда. Это через пять лет сборной Украины. Или сборной Грузии. Ну, он примет. У него же Грузии можно два гражданства. Он будет и за Украину, и за Грузию играть. Надежда ДНР. Говорят, 40 метров дали? Да то... Паша перепутал. У него со зрением чуть плохо. Он очки не одел. Релеткой. Я слышал, что у Борисовича очень классный сейчас. Он так тонкий. Философия. Философский такой подход. Даже в юморе философский. Ну да, да, да. Такой... Нужно тоже не все понимают. Нужно понимать. Не все философы в юморе. Да, да. У нас ребята не все книжки читают. Поэтому... Некоторый юмор такой... Надо его понимать. Молодым, наверное, сложнее пока. Но они смеются, улыбаются. Андрей Шевченко хочет, чтобы все сборные, начиная с Ю-16 и до национальной, играли по одной модели. По тактической. Как вы считаете это правильно? Это хорошо? Сколько тренеров будет, столько и менее будет, я думаю. Он имеет на это право. Потому что ребята, которые к нему должны подходить, должны признать структуру так называемую. То есть по которой выход из обороны, как накрывают, когда владеют мячом, когда без мяча играют. То есть в этом, естественно, логика есть. Другое дело, что качество футболистов другого плана. И никуда мы не денемся о том, что делать в первой команде, когда эти ребята работают в клубах, мягко сказано топ, где этот процесс уже в голову ввинчен. По-хорошему. И другое дело с молодыми пацанами, которые только начинают играть в футбол, которые должны этому обучиться. Обучиться сборной этому очень сложно. Потому что там всего есть 3-4 дня тренировочной работы. Александр Петрков тоже был далеко не в восторге от этого момента, потому что… Ну, это… Сэм Васильевич – такое доказательство. Это не аксиома, а понятно. Но доказательство того, что, обладая футболистами хорошего уровня, не сверх супер какие-то талантливыми, но достаточно хорошими, зная их сильные и слабые качества и не отходя от своей линии, он добился самого феноменарного результата. Он стал чемпионом мира. И здесь вопросов никаких нет. Кому-то этот футбол может нравиться, может не нравиться. Еще раз буду говорить, тренер всегда определяет по результату. Вы можете быть в семи пяде во лбу, тренировать лучше всех, схемы различные, доводить. Но если нет результата, ваша работа всегда будет ставиться под сомнением. Поэтому любой тренер, который приходит туда, он должен изначально понимать, как он будет видеть этот футбол, в зависимости от игроков, которые у него есть. И в 15 лет – это одно дело в 16, другое – в 17-18, там отсутствие стабильности. Некоторые приезжают в команды, которые просто не сталкиваются с понятием тактики вообще как таковой. Но у них есть задатки, которые футболисты, вернее тренеры пытаются внедрить в свой коллектив и в команду. Это имеет право на жизнь. Еще раз, но структуру любого клуба, структуру любой команды под собой определяет качественный футболист. Это основа, это фундамент. Если его нет, никакой структуре не может быть речи. Но с другой же стороны, все равно есть дискуссионный момент в том плане, что игроков тебе навязывают, ну не навязывают, ограниченный выбор игроков, тактику тоже навязывают. В чем тогда заключается работа тренера, если все не от тебя зависит? Ну, вот я этот вопрос ставил. Потому что ты несешь результат ответственности, если тренер старший, да? Это дилемма такая, которая будет всегда. Нужно играть так, либо играть так. Одно время специалисты из Голландии приехали и посчитали, что нужно играть именно таким образом. 4-3-3 в академии играли все. Потом ребята приезжали из академии, сталкивались с вопросами работы на оборону. И мы требовали одних вещей. Они делали это, потому что требовали от них в клубе. И мы такой симбиоз находили, чтобы брать группу людей из «Динамо» и «Шахтера», которые хотя бы где-то обучены в чем-то, в каких-то моментах. А если ребята приходили в других клубах, их там внедрять в эти схемы. Нужно время. Следующий момент – нужно доверие. Потому что не все будет получаться, не будет результата. Понимаете, да, о чем речь? И тогда доверие со стороны руководства, со стороны ребят, со стороны старших товарищей, разрешение на ошибку так называемую. Где мы понимаем, что мы вот это, вот это, вот это делают, но нет результата. Нет результата. Мы что будем считать за результат? Триумфы? Нет, подготовленных футболистов в первую команду или результат. Увольняю тебя за результат, а не за то, что ты кого-то подготовил. Это так работает везде. Так все-таки, как вы считаете, существует эта единая система, про которую всегда говорит Андрей Шевченко или пока еще нет? Ну, она где-то существует в теориях, наверное, да. И где-то можем говорить о том, что в некоторых странах, вот как играет вот эта команда, так должна играть и первая команда. Я в свое время сказал, что сборная Испания первая команда играет потому так, потому что играли в молодежных сборных так. То есть там перевернута эта пирамида. Вот, мы же говорим, что вот так, вот так, вот так, вот так. А первая команда играет почему? Потому что молодежка так играла, потому и девятназа так играла. То есть наоборот, потому что они с этого идут туда наверх. Многие бывшие футболисты «Динамо» говорят, что они используют какие-то разные приемы Валерия Лобановского. А что это такое? Вот мне тоже интересно, это больше миф или действительно… Ну, это знай, какие приемы, я что знаю, я не борец. Ну, вот все говорят, никто не… Все говорят, что какие, да, что-то там использую, но никто не говорит какие. Нет, есть просто, ну, как мне кажется, если просто… Валерий Васильевич Лобановский, то есть один из тренеров, который революционер, именно в подготовке функциональной и командной, когда команды делали все. То есть все делали все, это такой был футбол. Ну, когда говорят о том, ваш футбол отвлек… Ну, чем он сейчас отличается, я говорю, ну, всем. Ну, как же? Ну, вот так. То есть тогда было понятие весеннего футбола и там, и всего… Поля, на которых играли, и подготовка другая была со всеми. И сами люди были другие. Валерий Васильевич – это тренер своей эпохи. И он по максимуму реализовался. Что в нем однозначно было – это системный подход. Вот если все футболисты имеют в виду поэтому, то есть там, так называемое делегирование полномочий. То есть я, если кому-то доверяю, я туда уже контролирую, но не лезу. Говорить о тренировочном процессе, там, методики Лобановского. Это все не методики Лобановского, это физиологически выстроенные вещи математические, которых мог быть там другой человек с другой фамилией. Просто они на этом этапе сработали коренным образом так, что команда, которая работала по этим методикам, добивалась очень многого в футболе. Но они меняются. И сказать, что они плохие, я не могу, все поддается коррекции. Еще раз напомню, если бы я сейчас тренировал здесь по конспектам и всему остальному, то я бы на четвертый день не собрал бы футболистов на игру. Ну, по объективным причинам. Потому что мы еще не понимаем, что такое было на тот момент команда Лобановского. Это была такая лига чемпионов, собранная, среди всех лучших футболистов Советского Союза одно время. Потом Украина, у них были ресурсы, возможности и все остальное. То есть это глобальный бренд и проект. И Васильевич, он как, скажем так, знамя, под него это все работало. Сейчас есть конкуренция по большому счету футболистов. Вот сейчас уже теми вещами, которыми Васильевич работал, не работают сейчас. Сейчас нужно уметь подстраиваться под мир, который очень быстро работает. Потому мне надо знать сначала, что такое вот эти приемы Лобановского. Потом как бы попытаться на них ответить, да. Я тоже знаю, что у Вас как для футболиста такой уникальный редкий музыкальный вкус. Если вот большинство всем сейчас привыкли, что футболисты слушают попсу, русский рэп, шансон. Вы любите рок? Я люблю тяжелый рок, и я чем старше становлюсь, тем он мне тяжелее. Я не скажу, что на дум перешел, но есть что послушать. И на самом деле у меня эта музыка заводит. Я сам по своей сути очень спокойный человек. Но я не скажу, что очень люблю. Я хорошо люблю эту музыку, потому что я как бы в ней нахожу какой-то драйв. И это мне придает силы определенно. А из любимых групп кого можете выделить? Сейчас, на сегодняшний момент. Ну, если говорить об акцепте, это такой хард-дроф, да. Если там Dark Tranquinity, это дум определенно. То есть, ну, под настроение. Потому что групп, ну, на самом деле много. Это, опять же, с женским, там, с мужским вокалом. Вот. И клише я не буду, да, говорить, там, ACDC, Iron Maiden. Это все дедушки. Есть много там современных, да, людей. Все начиналось у меня. Все начиналось просто с Арии, там, в 90-х годах. Вот. Потом, понятно, переходим, там, что-то, Гоморей. Потом, там, Хэллоуин. То есть, ну, все эти, понятно. Deep Purple Rainbow, это такая все. Old School. Ну, а потом от этого понеслась. Там одни, вторые, третьи. Там, металлисты первые появляются. И сейчас, ну, на самом деле, в этом все можно заблудиться. И сейчас уже ходишь где-то, ну, опять же, как бы ищешь. Есть рифы, есть прикольные, там, моменты с той же Металликой. Казалось бы, деды-деды, но где-то там с удовольствием будет. Это поехал. Единственный концерт, на который бы хотел сходить, там, сейчас на Металлику. Потому что все, что приезжало в Киев в свое время, то есть я ходил. А на кого есть они секретные? Из последних были Хэллоуины, да, они вот эту тур у них был. Дальше. А это Аморфис очень, кстати, прикольно. Это все из финского рока, как и норвежского. Там они вообще пожизненно, наверное, так тяжеловато выглядят. И на самом деле талантливые люди не знали, природа так на них действует или нет. Вот приезжали в бинго эти бразилы, скажи мне, потом скажу, не запомню так тоже это. Бразилы? Нас в Бразилии. С удовольствием пошел бы на супультуру, да. Но эти загортают, мама не говорю, на это надо иметь здоровье, там находиться. Но прикольно. На самом деле драйфел, сумасшедший. Казалось бы, глупость, но когда ты слушаешь музыку так, и когда приходишь на концерты, там две большие разницы. Что еще такого бы, ну, на креатор точно бы сходил. То есть он к нему очень долго шел, хотя это, говорит, музыка подвальная, да, вот такая. Но там на самом деле очень талантливые ребята. И отдельно по солисту, отдельно по барабанщику. То есть я иногда там эти журналы читаю, там дарки и все. Ты, когда приезжает в Киев, думаешь, блин, у тебя игра там или ты, дать, на выезде. Такой же, значит, дилемма пойти на рок-концерт или пойти там потренировать. Думаю, все-таки пойду потренировать. Ну, а если говорить про художественную литературу, вот последняя... Как она дошла? Вот веришь, не знаю почему. Я уже забыл, когда я читал там что-то художественное. Ну, наверное, быстро Акунина, наверное, посмотреть, что читал. И это было на самом деле очень давно. В основном публицистика, в основном все, что связано с командной работой. Понятно биографии тренеров, понятны там физиологические моменты. Ну, такого плана иногда. Да. То есть в основном больше профессионального характера. Ну, смотря вот, не знаю, это зависит, наверное, от его состояния. Потому что я этого Талеба прочитал три книги там по черным лебедям и по всему. Не потому что я там умный такой. Да, просто он смотрит на мир вот так, мне интересно посмотреть, как он смотрит на мир. Вот потом другие вещи с публикацией там эмоций, физиологии и всего остального. Почему? Потому что я в этом варюсь. Мне интересно, что будет так, так, как повлиять на это, чтобы было это. Вот. Ну, и не без того, что в свое время именно по менеджменту, по составлению бизнес-планов, проектов, команд. Очень много литературы действительно там через себя пропустил. С лекциями, с записями. Но это все такая самостоятельная работа, которая делает тренера тренером однозначно. Касательно Шапаренко, вы говорили, что из него сделали топа, которым он на тот момент не являлся. Это же ожидание, я же говорю. То есть, если футболист выпадает из каких-то общепринятых норм украинского футбола, это что, это такой мобильный отбирающий центр поля с агрессией, с мощью футбольной, с неуступчивостью борьбы, то это не шапаринг. Однозначно. Просто все хотели там, как бы он из этой конвы выпал, вот сейчас думают, вот сейчас будет что. А сейчас будет ничего. Почему? Потому что нет, скажем так, есть ум, но он пока стоит на мышцах, которые не готовы. То есть на физиологии. То есть и кто-то раньше вылетает, кто-то позже вылетает, кто-то там может вообще как бы пропасть. То есть у него был такой качок, с которым он тоже не всегда справлялся. То есть большие ожидания, непонимание со стороны старшего тренера «Динамо». Ну, это тоже фактор, никуда не денешься. То есть с молодыми ребятами нужно разговаривать. Ну, насколько я знаю, был какой-то матч против Англии, кажется, и он допустил ряд ошибок, и вы с ним сразу после матча сели, разговоры, потом в самолете, какое-то длительное время… Там другие, там другие вопросы, требования другие. Не знаю, как там на тот момент «Динамо» они были, естественно, что я не знал процесс там. Когда был тренер «Динамо», что он им рассказывал, просто приезжать в сборную с тем отношением, который в клубе был, я сразу это не допускал. То есть там обиды какие-то, недоразумения. Говорю, тренер сам себе не враг. Он не поставит игрока, который хуже кого-то там… Ну, чисто там, чтобы кого-то наказать, это бред. Поэтому, значит, несоответственность вот это, но здесь у нас такие нормы. И если ты им будешь соответствовать, мы должны будем это делать. Он мне одно дело там говорит, у меня не получается, я там не могу. Я говорю, ничего кроме футбольного поля у тебя нет. Ни беседы, ни мама, ни папа, ни тренер. Доверие есть, иди. Там потихоньку начни думать о футболе, в чем проблемы. Не ищи там, где их нет. Ищи в себе, ищи в том, что можешь делать. И тренер, конечно, который должен тебе давать право на ошибку, это значит. Просто в «Динамо», в «Шахтере» это мало кто дает. Касательно летнего, как считаете, что у него сейчас не получается? Не получается выйти в стартовом составе. У него все получается, мне кажется. Он в футбольном клубе «Динам», в хорошем тренировочном процессе. Взгляды Лучевского я не могу сказать. То есть это же тренерская мысль, то есть как он его видит, как он ведет себя в коллективе, как он ведет все на футбольном поле, как его видит специалист, помощник. То есть он сейчас команды. И выделять его, да, в нем есть хорошие качества, за которые нужно скрывать. И Витя Скрипник показал, что это он умеет делать. Это было в «Заре». Сейчас другие требования. Одно дело там «Заря», где требования есть, но как бы все рядом ребята классные, но не более того. То есть есть какой-то план, когда там Лига Европы и как можно будет в чемпионате. Здесь максимально ко всему. Тебе не интересуют твои слабости, не интересуют твои там вопросы. Ты должен быть сильнее и сильнее на каждой тренировке. Потому что сидят и ждут, что ты будешь слабый. И все вопросы к нему. А у вас какие воспоминания от работы с ним? Мы его взяли, если помню, он самый младший был в возрастной группе. Он, кстати, первый год забил в Латвии, мы играли первую игру отбора. Хотя вот на тот момент ощущение было по нему. Игрок, ну как возле штрафной площадки. То есть от себя под себя, но этого было достаточно. Понимаете, мы их использовали всех точечно. Нам было достаточно левоногого, креативного парня, который может обыграть на флажке. Сделать вот это, забить туда и на этом пока стоп. Потому что все, что нужно было с ним дальше работать, и у нас не было на это время. То есть это отрабатывать назад, тактически какие-то вещи делать. Вступать в борьбу, специально идти. Он тому не обучен, он не хочет это делать. Значит, его использовать нужно ибо сильное качество. А юношескому футболу это достаточно было. Если он на этих качествах сейчас остался, этого недостаточно будет. Современный футбол, это футбол у мужчин. Это нужно много бегать, однозначно. Это нужно много вести борьбу, искать борьбу. И через поиск борьбы изначально. Это то, что превалирует в любых видах спорта. Если вы думаете на футбол, вы просто когда смотрите, в том числе и журналисты. Если в футбол играете, понимаете, что такое футбол. Футболист в самом топовом каком-то клубе, по-моему, полторы минуты с мячом может находиться. Все остальное, что он делает. Бегает, думает и перемещается. Про Андрея Лунина. Вы говорили, что у него очень большая уверенность в себе и он психологически устойчив. Честно, может потому что Реал. Не дают ему возможности или дают возможности. Мне очень понравился парень. Именно как футболист, как человек и как братарь. Это та надежность, которая я бы, наверное, когда Саня Шуковский стоял, это вот такое состояние было. Мы могли положиться на него. И это очень топ. То есть я сейчас так говорю. И при том, при всем, что огромное спасибо всем тренерам динамовской вратарской школы. Потому что то, что они сейчас творят, это просто the best. Ну, любого вратаря возьмите сейчас. Топ-топ-топ. Пожалуйста, продавайте, зарабатывайте. 20 лет назад, если я не ошибаюсь, вы могли перейти в Ливерпуль. Ну, да. Вы уже даже приехали туда. Пересказывал историю долго, да. Ну, такая есть, что вспомнить уже хорошо. Вы приехали, получается, в Англию, уже смотрели дом? Я ничего не смотрел. Это мне тут сказали, что я должен был там куда-то ехать. Выбрать, да. А тут без меня меня женили. Ага. Все было очень как бы прагматично, как мне сейчас уже видится со стороны Ливерпуля. То есть был приезд на просмотр одного из трех футболистов, которые туда приехали. Ну, естественно, что я приехал туда в состоянии, в котором приехал. Ну, там нужно было играть, потом не играть, потом договариваться с агентами, не договариваться с агентами. Все закончилось. Как закончилось, я вернулся в Динамо и продолжал работать. Ну, а больше сыграло то, что не было агентов, что клубы напрямую вообще? Я не знаю, что сыграло. Я не хочу даже об этом говорить, потому что придумывать не хочу. Догадываться можно, но не более того. Я думаю, что там вопрос чисто финансовый. На Сулье у вас была встреча, да? Обращались. Ну, сидели, ужинали. Насколько там позволял мне английский разговаривать, общались. Ну, тренировку раз. Потренировался. В неделю я там был. Ну, на этом все закончилось. Еще я слышал тему такую, что Динамо хотела за вас 8 миллионов, а Ливерпуль не согласился. Я вот веришь, мы можем любые цифры называть. Я не был, ну, за столом не сидел, контракт не видел. Поймите, что понятие контракта, оно же не существовало. Так. Это сейчас существуют контракты, там футболисты носом крутят и все остановят. Это подпишу, это не подпишу. Тогда все было очень просто. Это такой на устных договорённых. Это все такой украинский феодализм, когда ты подписываешь какие-то, бумаги, потом эти бумаги оказываются контрактами. То есть мы сейчас говорим о других вещах. И о том, о каких-то суммах, там вообще восьми миллионах. Самое страшное, что я могу сказать, мы тогда о футболе думали. Понимающее дело. Вот это вся фишка, в чем тоже различие. Мы говорим о футболе, а деньги придут. А сегодняшнюю ментальность наоборот. Давайте сначала, а я потом буду играть. Не у всех, естественно. Но у большинства ребят, которые хотят играть, вот большинство ребят у нас были действительно хотели играть. И тогда деньги их всегда за ними шли. Поэтому вопрос вообще не стоял. Сколько там? За восемь? Сказали мне восемь, ну отдал бы миллион. Не проблема, что. И за семь бы уехали. Потом через какое-то время у вас еще был приезд в Болтон. Это были такие потуги. Почему? Потому что со смертью Лобановского, знаете, это как на фронте. То есть война закончилась, и уже нет такого запала. Понятно, что уже и возраст, и, как правило, у Васильевича команда там четыре года работали. Где-то три-четыре. Потом уже ресурсы на самом деле выходили. И ресурсы физиологические, и психологические в том числе. На этом этапе начинают вылазить болячки всякие. И у меня как раз была операция, там чистил колено. Вернуться однозначно не смог, потому что уже претензии, были молодые пацаны. И очень сложно футболисту, который заканчивает, признать, что он уже не тот. Реально сложно. Потому как бы нормальный разговор с Игорем Михайловичем тогда был. Он говорит, ну давай что-то будем делать, устраиваться. Все остальное. Ну поехали там. В Болтон съездили. Опять же не буду обсуждать, как это все было. Смешно на самом деле. Когда ты туда приехал, там никого нет. Никто не встречает? Вообще не было такого. Тогда казалось, что это как-то неправильно. Да. Такое. Много чего было правильного и неправильного. Я же говорю о системе, почему она перестала работать и почему работала. Да. То есть это подход был такой. Хорошо там агент Бесчасток был, по-моему, Валерчик. Он прилетел тогда с ЮАР, мы вместе с ним там, давайте с вами поедем на тренировку. Когда пришел, он меня спрашивает, где играть будешь? Я говорю, могу в воротах стоять. Это по поводу поездки в Болтон. Ну а если чисто теоретически говорить, в лучшие свои физических кондициях, вы могли бы играть в чемпионате Англии? По вашему мнению? Конечно. Просто другое дело клуб какой. Что ждал от меня Англия? Я же не играл в линию, послушай. Англия играла в линию. Я играл в стоппер и под эту позицию. Я сейчас, я когда приезжал, я думал как игрок, потому я был игроком. Я всех могу там, там, там. А люди видят как тренеров. И потому я никому претензий только к себе могу предъявить. Именно как на тот момент, значит, от чего-то другого меня уберегли. Народ, ну а для вас разыгрываем вот такую вот крутую ретро-футболку, можно сказать. От вас что требуется? Подписаться на канал, поставить лайк этому видео и ответить на вопрос Александра Борисовича? Ну, наверное, с какой песни началась моя любовь к рок-музыке? Читай эксклюзивные интервью и крутые авторские материалы на сайте SportArena.com. Все просто. Пишешь в поиске SportArena и заходишь на сайт SportArena.com. А если еще не подписался на наш YouTube канал, обязательно сделай это. Пишешь в поиске.